МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели в студии Татьяна Брук. Сегодня в выпуске. В Греции молодежь борется с безработицей. Ледники Антарктиды грозят поднять уровень мирового океана. В Турции протестуют после смертоносного взрыва на шахте. Вирус МЕРС опасен, но международной угрозы пока нет. Молодежь Греции, страдающая от безработицы в стране, пытается найти новые пути для выживания. В этом помогает интернет. Каким образом? Давайте узнаем. Четыре года экономического кризиса принесли Греции самый высокий уровень безработицы среди стран Европейского Союза. Он достигает 26%. При этом каждый второй молодой человек в стране не обеспечен рабочим местом. Увидев такую серьёзную проблему, посольство Нидерландов в Афинах решило обучать греческую молодёжь вести бизнес через интернет. Этот проект носит название «Оливковая роща». «Мы хотим дать возможность молодым предпринимателям начать бизнес в Греции в то время, когда они сталкиваются с необходимостью переезжать за границу из-за массовой безработицы». По оценкам экспертов, десятки тысяч греков уехали за рубеж в поисках заработка. 28-летний Никас Канунис также переезжал в Нидерланды, но был вынужден вернуться по личным обстоятельствам. Выживать в Греции ему помогает ведение онлайн-бизнеса. Он создал компанию «Инновэйшн» и продаёт греческое вино. При этом Никас говорит, что часто думает о менее рискованной, но более прибыльной работе. Однако считает, что каждый человек имеет право попробовать осуществить свою мечту и открыть собственный бизнес. «Стремление к реализации своей мечты настолько доминирует в вашей голове, что прорывает все барьеры и говорит – давай сделаем это. Что нам терять?» Молодые люди Николаса Софии также создали онлайн-компанию «Веберган» и работают дома через интернет. У них есть третий партнёр – Теодосис, живущий в другом городе. Николас, возглавляющий этот бизнес, говорит, что открытию своего дела в Греции препятствует и бюрократия, и отсутствие поддержки властей. «Надо быть немного сумасшедшим, чтобы открыть компанию в Греции, поскольку существует много проблем. На самом деле это заставляет меня быть энергичнее, добиваться того, что хочу сделать, потому что я хочу доказать – эта программа-инновация – это то, чего раньше не было». София с прошлого года была безработной и беспокоилась за своё будущее. «Я хотела уехать за границу, как и мои друзья, однако, подумав, решила остаться. Я просто хотела посмотреть, что смогу сделать. Нельзя сидеть и ждать, что кто-то другой всё решит за вас. Надо принять жизнь такой, какая она есть, и сделать всё возможное». В Греции сейчас открываются сотни онлайн-компаний. Если они смогут добиться успеха, то поспособствуют сокращению безработицы в стране. Власти Греции также обещают создать новые рабочие места. Однако экономисты говорят, что пройдут годы, прежде чем всех обеспечат работой. Тающие ледники Западной Антарктиды в ближайшее время приведут к повышению уровня Мирового океана более чем на метр. Об этом подробнее. Большие области ледяного щита на западе Антарктиды вошли в стадию необратимого таяния. Об этом говорится в совместном исследовании учёных НАСА и Университета Калифорнии. Таяние в ближайшие десятилетия и столетия, в свою очередь, приведёт к повышению уровня Мирового океана более чем на метр. Согласно данным, полученным со спутниковых радаров, теплеющие воды вокруг континента привели к подтоплению шести ледников, которые теперь быстро двигаются в сторону моря Амундсена. Прибрежные края ледников находятся на каменной породе под уровнем моря. Они сдерживают огромные массивы льда, и именно они оказались уязвимыми перед таянием. Учёные говорят, что это похоже на полную бутылку вина, которая лежит на боку и которую медленно откупоривают. При этом радары показывают, что под основной толщей ледников горной породы нет. Это означает, что движение льда может немного замедлиться. По данным межправительственной группы экспертов по изменению климата, до конца 21-го столетия уровень Мирового океана поднимется по меньшей мере на 26 сантиметров. Во вторник на одной из шахт в Турции случился взрыв, который привёл к обрушению и пожару. На данный момент погибшими числятся более 280 человек. В четверг в стране начались протесты против плохих условий труда. В четверг турецкая полиция применила водомёты для разгона антиправительственных акций протеста. Демонстрация состоялась в Измире, в ближайшем крупном городе от того места, где во вторник произошла самая масштабная техногенная катастрофа в истории страны. Люди собрались, чтобы выразить своё негодование в связи с гибелью по меньшей мере 282 человек в результате взрыва на угольной шахте. Представители работников из различных отраслей промышленности и профсоюза вышли с протестом против низких стандартов безопасности на рабочих местах. Они также обвинили власти в том, что они встают на защиту крупных предприятий, вместо того, чтобы выбирать сторону простых людей. Данное обвинение прозвучало в свете того, что шахта, на которой произошла авария, была сдана в аренду частной компании. В заявлении профсоюзов сказано, цитата, «Сотни наших рабочих в Сома были брошены умирать с самого начала, будучи вынужденными работать в жестоких производственных условиях с целью достижения максимальной прибыли». На данный момент число жертв трагедии составляет более 280 человек. Напомним, взрыв произошёл в шахте городка Сома. Предположительно, из-за короткого замыкания на трансформаторной станции на глубине 150 метров. В результате пожара шахта была обесточена, а лифты и вентиляционные системы выведены из строя. Большинство погибших задохнулись из-за угарного газа. В среду место трагедии посетил премьер-министр Турции Таип Ардаган. Разгневанные жители встретили политикой-критикой. Они выразили негодование в связи с его неспособностью обеспечить безопасность шахтёрам и отсутствием информации о спасательных работах. Демонстрации также охватили такие южные города, как Мирсин и Анталия. А в Стамбуле несколько тысяч человек устроили сидячую акцию протеста перед водомётами полиции. Они держали транспаранты с лозунгами «Это не случайность, это не судьба, это убийство». И «наши сердца горят в сума». Около тысячи человек из разных профсоюзов собрались также в Анкаре, пройдя маршем к зданию Министерства труда. Вирус Мирс может вызвать эпидемию на Ближнем Востоке, но о всемирном распространении пока речи не идёт. С таким заявлением выступила Всемирная организация здравоохранения. Об этом подробнее. Всемирная организация здравоохранения заявила, что вероятность вспышки опасного коронавируса Мерс-Кофф значительно увеличилась. Однако угрозы всемирного распространения пока нет, поскольку не существует доказательств устойчивой передачи вируса от человека к человеку. «Во время длительного изучения вопроса были рассмотрены все имеющиеся факты, после чего сделан вывод, что ситуация вызывает озабоченность и необходимо принимать срочные меры. Тем не менее, глядя на всю информацию, эту ситуацию ещё нельзя назвать критической в международном значении». Вирус Мерс-Кофф или Ближневосточный респираторный синдром впервые обнаружили в Саудовской Аравии в 2012 году. Он вызывает кашель, высокую температуру и пневмонию. При этом около 30% заболевших умирают. «С марта произошло резкое увеличение случаев заболевания Мерс в основном в Саудовской Аравии и в Объединённых Арабских Эмиратах. Если на это взглянуть внимательнее, то становится понятно, что большинство случаев зарегистрированы в условиях стационара. Это в большей степени внутрибольничная инфекция». Специалисты предполагают, что вирусом Мерс люди заразились от верблюдов. Однако от человека к человеку заболевание передаётся только при близком контакте. Поэтому не возникают угрозы глобального распространения. В Саудовской Аравии Ближневосточный респираторный синдром поразил около 500 человек. Примерно 150 из них умерли. Несколько случаев заболевания зарегистрированы в Азии, США и Европе. Далее в выпуске. Беженцы из Африки осаждают пограничные пункты Испании. Учёные из США, возможно, нашли корабль Христофора Колумба. Париж и Лондон соревнуются за потоки туристов. Старейший мужчина планеты делится секретами долголетия. Марокко, отделённая от небольшого испанского анклава высоким забором, продолжает оставаться для жителей Африки важным перевалочным пунктом в Европу. Ради этого путешествия мигранты готовы рисковать жизнью. Тем временем в ЕС пытаются найти способ остановить поток нелегалов. От испанского автономного города Мелилья Марокко отделено 7-метровым забором. Именно он стоит на пути к мечте у многих африканских мигрантов, стремящихся к лучшей жизни в Европе. Требуется всего две минуты, чтобы перепрыгнуть через тройное заграждение. Но они порой кажутся вечностью, ведь сопровождаются постоянным риском. Для Европейского Союза миграция всегда была головной болью. А с приближением выборов в европейские органы управления она вообще стала чуть ли не главным вопросом на политической повестке дня. В 2013 году через заграждение длиной 12 километров перебрались 1074 мигранта. В 2014 таких было уже более 1600. После трёхмесячного путешествия из Мали по пустыням Алжира, 17-летний Кейта Мохаммед достиг Марокко и основался в стихийном лагере близ границы. Вместе с ним там проживают сотни африканцев, которые планируют перепрыгнуть через забор или же перебраться через границу в плавь. Чтобы добраться до этого места, многие идут по несколько километров в день, неся с собой необходимую провизию. По словам Кейты, он понимает, что пересечение границы является незаконным, но он вынужден это делать ради своего будущего. «Если бы в Африке были ресурсы, и если бы была воля Божья, мы никогда бы не направились в Европу. Единственная причина, почему мы идём в Европу, это потому, что мы вынуждены. С экономической, логистической и технической точек зрения Европа очень сильная. Я бы сказал, что они превосходят нас также с политической и моральной точек зрения. Мы сталкиваемся с большой проблемой. У нас нет ресурсов». Многие мигранты проводят в этом лагере месяцы. Например, 28-летний Николя живёт в Марокко уже два года. Из них год в палатке. Он оставил своего сына в Камеруне, чтобы получить возможность работать механиком в Европе. Он пытался перебраться через ограждение уже три раза. В одной из попыток лишился зрения на один глаз. «Здесь мы живём очень бедно. Мы проводим дни без еды. Большую часть времени мы бегаем, как подстреленные зайцы. Люди в униформе нас бьют. Я говорю про всех темнокожих. Мы все жертвы. Нас постоянно преследует полиция Марокко. Мы постоянно сталкиваемся с трудностями, как на марокканской, так и на испанской земле». После того, как в последние месяцы осада границы в Мелилье стала ещё более активной, испанская сторона удвоила её охрану. Для слежки за мигрантами используют камеры наблюдения. Пограничники даже могут определить точное место, где забор был разрезан. Впрочем, это не останавливает африканцев от попыток перебраться на ту сторону. При этом они часто платят большие деньги преступным группировкам за сопровождение до границы и её пересечения. В Мелилье считают, что Европа должна создать правильные законы, которые бы позволяли мигрантам попадать в ЕС законными путями благодаря подаче документов. А пока же африканцы продолжают рисковать своей жизнью в надежде на лучшую судьбу. Подводные археологи из США заявляют, что нашли корабль Христофора Колумба. На судне мореплаватель совершил своё первое путешествие в Америку. Подробности далее. Группа американских исследователей считает, что обнаружила обломки флагманского корабля «Санта-Мария», на котором Христофор Колумб отправился в свою первую экспедицию к Америке в 1492 году. Знаменитый путешественник рассчитывал найти более короткий морской путь в Азию, но в итоге открыл Южную Америку. 25 декабря того же года Карака Санта-Мария села на риф рядом с островом, который теперь носит название Гаити. Колумб приказал морякам построить на этом острове форт, а сам отправился назад в Испанию. Подводный археолог Барри Клиффорд полагает, что найденные им и его командой обломки старинного парусника у северного побережья Гаити принадлежат Санта-Марии. Затонувший корабль исследователи обнаружили еще в 2003 году, однако тогда не могли доказать, что это судно Колумба. Утвердиться в своих предположениях ученым помогли записи из дневника мореплавателя, а также карты тех времен. Теперь они планируют поднять на поверхность сохранившиеся фрагменты корабля. Две крупные столицы мира, которые могут похвастаться нескончаемым потоком туристов, никак не могут договориться, какая из них является более популярной. О споре между Парижем и Лондоном смотрите далее. Париж и Лондон продолжают свою борьбу за звание самой большой в мире туристической столицы. Недавно была озвучена последняя статистика. В 2013 году на Эйфелеву башню Лувр и Собор Парижской Богоматери приехали посмотреть 16,6 миллиона туристов. Между тем Лондон объявил, что за 12 месяцев он принял 16,8 миллиона путешественников. По сравнению с 2012 годом результат британской столицы возрос на 9%, то есть туристов стало на 1 миллион больше. Что касается столицы Франции, то там рост туристов составил 7%. И хотя на первый взгляд кажется, что в этот раз Лондон выбился в лидеры, французская сторона настаивает, что данные собирались разными способами, поэтому сравнить две цифры нельзя. Впрочем, несмотря на гонку за популярность, обе столицы получают пользу от процветания соперника. Париж и Лондон находятся всего в 340 километрах друг от друга и соединяются подводным тоннелем через Ла-Манш. То есть теоретически многие туристы, посетившие один город, потом отправляются в другой. «Большинство иностранных посетителей прибывает из отдалённых точек мира – из Азии, Ближнего Востока, из Америки. Очень часто они едут в оба города – в Париж и в Лондон. То есть у нас одни и те же гости. И мы очень рады, что так близки с Лондоном. Лондон, без сомнения, прекрасный город для туризма. Он не похож на Париж. То есть мы больше дополняем друг друга, чем соперничаем». Туристы также отмечают, что две столицы абсолютно не похожи друг на друга. «Для нас в Париже было немного сложнее из-за языкового барьера. Мы не очень поняли систему метро, поэтому даже немного поволновались. Но просто гулять по городу было замечательно». «То есть много, ты не можешь с этим несправить, но ты хочешь». «Лондон очень переполнен, он дорогой и грязный. Я наполовину британка, так что это правда. Люди там приветливые, но еда не такая хорошая, как здесь». Несмотря на преимущества Лондона, Париж по-прежнему лидирует в вопросе внутреннего туризма. Если прибавить к опубликованной цифре жителей Франции, которые в 2013 году посетили Париж, то она составит 47 миллионов человек. «В Китае живёт петух, который ходит как пингвин, выпрямив всё тело. Птица завоёвывает всё большую популярность. В чём причина необычной походки? Давайте узнаем». С первого взгляда это совсем обычный петух. Но присмотритесь, он ходит точно как пингвин, полностью выпрямив своё тело. Эта птица уже стала настоящей звездой в Цзиньхуа, городе в восточно-китайской провинции Джидзян. «Я никогда раньше не видел такого петуха. Он может ходить на задних лапах, как человек». Владелец петуха говорит, что нашёл его во время командировки в деревне Лисинь, которая расположена в восточно-китайской провинции Аньхой. Он купил трёхлетнюю птицу у местного фермера за 10 тысяч юаней, что чуть больше 160 долларов США. Когда петуха доставили в Цзиньхуа, он привлёк много внимания. «Я никогда не видел подобное. Это странно». Владелец «Чудо-птицы» захотел сделать своего питомца достоянием общественности и решил пожертвовать петуха в местный зоопарк. «Если петух будет жить у меня в доме, то его сможем увидеть только мы с вами. Я надеюсь отдать его в зоопарк, чтобы больше людей смогли увидеть эту странную птицу. Руководство зоопарка пришло к выводу, что необычная походка птицы связана с заболеванием хряща. Недуг, случившийся в раннем возрасте, и вызвал деформацию его тела. Сейчас же птица должна перенести в зоопарке карантин, после чего она встретит своих первых посетителей. В Швейцарии на аукционе продан бриллиант в более чем 100 каратов за рекордную сумму в 16,3 миллиона долларов. Жёлтый бриллиант под названием «Граф Вивит Йеллу» ушёл с молотка за рекордные 16,3 миллиона долларов. Камень весом в 100,09 карата был выставлен на торги аукционным домом «Сотбис» в Женеве. «Предыдущий рекорд был установлен здесь в 2011 году. Камень под названием «Сандроп» был продан за 12,3 миллиона долларов. Так что нынешний рекорд полностью затмил предыдущий. Это фантастический камень, чарующий камень. Это на самом деле один из знаменитых во всём мире бриллиантов». При этом во время аукциона произошла некоторая заминка. Когда сумма за бриллиант достигла 11,8 миллиона швейцарских франков, камень почему-то сняли с продаж. Позже представитель аукционного дома объяснил, почему это произошло. «Возможный покупатель жёлтого бриллианта была в зале и запуталась в подсчётах, поскольку сумма была в швейцарских франках, а не в долларах. Но через несколько лотов она попросила снова выставить камень, поскольку по-прежнему хотела его купить. Мы выставили его снова, и вот что произошло». Как заявили в аукционном доме, эта продажа установила мировой рекорд для ювелирных изделий, выставленных на торги. Среди других крупных лотов был белый круглый бриллиант весом 103,46 карата, который продали за 4,3 миллиона долларов. Также был и другой бриллиант меньшего размера, но не менее прекрасный, под названием «Виктори». Покупателя для него так и не нашлось. Как предполагалось, его могли приобрести за 5-8 миллионов долларов. В Швейцарии коровы традиционно выходят на ринг, чтобы помериться с силами и затем снова вернуться на пастбище. Давайте посмотрим. В альпийском городке Апрос состоялись традиционные бои коров, которые ежегодно собирают тысячи зрителей. Каждый поединок длится 40 минут. Во время боя противницы просто сталкиваются лбами. Победительницей считается та корова, которая смогла прогнать с ринга всех остальных. Вдохновить участниц в этом году приехали десятки тысяч человек. Среди них фермер Фрунсал Узиер, который считает, что бои коров похожи на любые другие спортивные мероприятия. «Это в точности как спортсмены, которые проходят квалификацию и прибывают на Олимпийские игры. Цель – победить, но пока мы этого не сделали. Такое случается, мы всегда храним надежду». Первый официальный бой состоялся в Апразе в 1923 году. С того времени такие мероприятия стали традиционными. В этом году участниц 196. Все они относятся к породе Херенс, которую специально вывели для суровых климатических условий высокогорья. Они очень сильные и выносливые. «Я надеюсь в первую очередь поучаствовать и получить от этого удовольствие. Если она не сможет пройти квалификацию или получит низкий балл, то это не страшно. Всё равно это отличное развлечение». Многие зрители преодолевают большие расстояния, чтобы посмотреть на бои. «Это вызывает у меня чувство гордости. Я не жалею, что проделал такой длинный путь. Здесь, в Швейцарии, хотя это и маленькая страна, сохранилось много традиций, благодаря которым мы поддерживаем своё благосостояние. Мы счастливы, что здесь такое происходит». По традиции, корову-победительницу в течение года будут кормить и доить первой. Стоит отметить, что все ранения, которые получают животные во время боёв, быстро залечиваются. Серьёзные травмы случаются крайне редко. «Лучшего стеклодува» выбирали в Финляндии. На конкурс умельцев съехались мастера из разных стран. Об этом подробнее. В финском городке Иитала состоялся чемпионат стеклодувов. Конкурс проводит одноимённая компания раз в два года. В этом году сюда съехались 28 умельцев из разных стран. Конкурс состоит из трёх раундов. В первом участники выдувают тарелку, во втором – цилиндр, а в третьем – сферу. Изделие надо стараться сделать как можно большего размера. И на каждое отпущено всего лишь шесть минут. «Самый важный навык – это чувствовать стекло. Надо знать, как оно тянется. И если не знать, какой должна быть температура и как оно будет двигаться, то будешь делать ошибки». Выйти в победителя рассчитывает сотрудник компании Иитала венгер Йожев Ульфалуши. «Кажется, я вырываюсь вперёд. По крайней мере, пока. Сфера, которую я сделал, не самая большая. Но я собираюсь занять первое место в общей квалификации. Я считаю, это демонстрацией знаний и опыта наших стеклодувов. Это показывает нам огромный опыт и то, как можно выйти за ограничения». Свой стекольный завод компания Иитала открыла в 1881 году. На фабрике выпускают изделия из стекла и фарфора, столовую посуду, вазы и сувениры. Для детей дизайнеры создали серию посуды, которые украшают изображения героев из доброй сказки про мумий и троллей, написанной Тувой Янсен. Конкурс стеклодувов проходит в Финляндии с 1984 года. Шесть лет назад в нём также стали участвовать мастера из других стран. Самый пожилой мужчина планеты поделился секретами своего долголетия. Он также рассказал о своих планах на будущее. Ему 111 лет, и книга рекордов Гиннесса назвала его самым старым, ныне живущим, верифицированным мужчиной на планете. Впрочем, для Александра Имича это просто цифра. В 92 года он написал книгу под названием «Невероятная история о сверхъестественном», а в 96 решил изучать разгрузочно-диетическую терапию и совершил путешествие в Турцию. Так в чём же заключается секрет такой долгой жизни? «Хорошие гены. Мой отец прожил почти до 100 лет, поэтому я получил хорошие гены. Он тоже вёл здоровый образ жизни». Более того, он считает, что ему также помогает его скромное питание и страсть к жизни. В эти дни Александру Имичу тяжелее, чем обычно. 4 февраля на свой 111 день рождения он упал, и теперь ему сложно передвигаться. Однако люди, которые с ним рядом, говорят, что до падения он был невероятно подвижным. Имич родился в 1903 году в уездном городе Ченстахова Петраковской губернии, которая в то время входила в Российскую империю, а ныне находится на территории Польши. После начала Второй мировой он вместе с женой смог бежать в СССР, однако позже их выслали в трудовой лагерь в Архангельскую область. В 1951 году Имич и его жена после долгих скитаний по миру эмигрировали в США и позже обосновались в Нью-Йорке. Он вернулся к своему давнему увлечению парапсихологии, а жена стала практикующим врачом-психологом. У пары так и не появилось детей, но у Имича есть племянник, которому сейчас 84 года. Несмотря на свой возраст, он говорит, что не беспокоится о времени, он все еще планирует совершить новые достижения. Правда, пока еще не знает, какие и в какой области. Китайский дракон и небесные феи, главные герои восточной мифологии, устроили завораживающее шоу в Ботаническом саду в Москве. Все это приурочено к Дню Фалунь-Дафа, древней практике цигун. Наши корреспонденты побывали на ярком празднике. Когда небесные девы кружатся в танце лотоса, а над головой проносится 12-метровый дракон, значит, в самом разгаре китайский праздник. Верь – традиционно женский инструмент. В Поднебесной считается, что его движение собирают пять элементов, из которых состоит все живое. Вода, огонь, дерево, металл и земля – и преобразовывают в энергию танца. Традиционно в Китае всегда люди сохраняли какие-то гармоничные, нравственные начала. Через танец люди передают свою энергетику, свое состояние гармонии, доброты. Дракон же символизирует силу и достоинство. Красный и желтый – цвета королевских кровей. Чтобы вдохнуть жизнь в этого длиннохвостого красавца, приходится изрядно потрудиться. Здесь прежде всего выносливость. То есть нельзя сравнить с какой-нибудь штангой, которую ты потянул единовременно и отпустил. Здесь ты должен держаться в течение долгого времени, не сдавать оборотов, быть очень внимательным. Следи всегда за своим партнером, который лежит перед тобой. Все это часть программы Дня Фалуньдафа, который отмечают в середине мая. Это древний китайский цигун, популярный во всем мире – от Японии до Канады. В его основе – следование принципам истины, доброты и терпения. Ты можешь стать чуть-чуть добрее, ты можешь где-то чуть-чуть потерпеть, ты можешь где-то хотя бы не собрать, и уже ты начал саморазвиваться. Раньше я, наверное, был более эгоистичный человек, а сейчас я стараюсь, когда мы делаем что-то совместно с друзьями, по работе или по учебе, стараться брать ответственность на себя, стараться, если я могу, помочь другим. Между тем и участники этого праздника отмечают – следовать высоким принципам в обычной жизни нелегко, но, говорят, главное – не останавливать себя в этом стремлении. Очень много раздражающих факторов, особенно когда живешь в большом городе, то есть хочется на кого-то выругаться, но нужно уметь остановиться в этой ситуации. И тогда действительно ситуация вокруг улучшается. Бывают такие дни, когда не получается сдержаться, и приводит иногда тоже к плохим результатам, и потом думаешь, зачем же я это сделал. Восточный колорит россиянам в новинку, но действо завораживает. Понимаете, мне это нравится, потому что я не умею, мне это хотелось, как хочется, вот так, как они делают, особенно с этой девочкой, которая сидела. Музыка, постановка, нравятся костюмы, и вообще интересно знакомиться с китайской культурой. NTD – Москва. Это был обзор мировых событий, с вами была Татьяна Брук. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго, увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова